Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня обсудим с вами 11-ю пару черепных нервов, добавочный нерв, вопросы анатомии, физиологии, методов исследования и симптомы поражения. Так, начнем с центральной части. Центральные нейроны добавочного нерва располагаются в средней части предцентральной извилины между зоной верхней конечности и головы. Далее их аксоны участвуют в образовании лучистого венца, проходят через переднюю часть заднего бедра внутренней капсулы, спускаются в ножку мозга, мост, и на уровне нижних отделов продолговатого мозга аксоны центральных нейронов совершают частичный перекрест и подходят к клеткам ядер добавочного нерва. Периферическая часть добавочного нерва имеет корешки двух видов – черепные и спинно-мозговые. Нейроны, дающие начало черепным корешкам добавочного нерва, располагаются в двойном ядре рядом с корешками, дающими начало волокнам блуждающего нерва. Эту часть добавочного нерва правильнее рассматривать как функциональный отдел блуждающего нерва, поскольку в функциональном отношении эти волокна близки к блуждающему нерву и выходят из двойного ядра. Спинно-мозговые корешки добавочного нерва выполняют совершенно другие функции. Черепные корешки разделяются со спинно-мозговыми в пределах яремного отверстия и примыкают к блуждающему нерву. Таким образом, эта часть добавочного нерва принадлежит к системе блуждающего нерва или вагусной системы. Рассмотрим спинно-мозговую часть. Спинно-мозговые корешки добавочного нерва представлены исключительно двигательными волокнами и берут начало от ядра, которое представляет собой клеточный столб в вентра латеральной части переднего рога спинного мозга на уровне от С2 до С5-С6. Волокна корешков добавочного нерва поднимаются на 1-2 сегмента вверх в составе латерального канатика спинного мозга и выходят из него между передними и задними спинно-мозговыми корешками позади зубчатой связки. Затем в субарахноидальном пространстве они поднимаются вверх и объединяются с волокнами корешков, начинающихся на более высоком уровне. В результате образуется общий ствол, который входит в полость черепа через большое затылочное отверстие. И далее на небольшом протяжении объединяется с черепными корешками добавочного нерва, о которых мы поговорили до этого. После этого и черепные и спинно-мозговые корешки направляются к яремному отверстию, через которое выходят из полости черепа. После яремного отверстия спинно-мозговая часть вновь отделяется от общего ствола уже в виде наружной ветви, а черепная часть, как обсудили ранее, примыкает к блуждающему нерву. Наружная ветвь спускается в шейную область и иннервирует две мышцы грудинно-ключично-сосцевидную и трапециевидную. При сокращении грудинно-ключично-сосцевидной мышцы голова пациента поворачивается в противоположную сторону и вверх. Функцией трапециевидной мышцы является подъем плечевого пояса и пожимание плечами. Обе эти мышцы также участвуют в акте усиленного дыхания. Для исследования силы грудинно-ключично-сосцевидной мышцы пациенту предлагают повернуть голову в сторону и немного вверх и удерживать ее в такой позе. Обследующий врач пытается противодействовать этому движению. Для исследования силы трапециевидной мышцы пациента просят поднять надплечья и фиксировать их в таком положении. Врач при этом пытается совершить противоположное движение и опустить их. И по степени противодействия движениям врача судят о силе этих мышц. Что же может явиться причиной поражения добавочного нерва? Наиболее частой причиной поражения вне черепной части становится осложнение после хирургического вмешательства в области латерального треугольника шеи. Например, при биопсии лимфатического узла с последующим сдавлением и облучением. Другими причинами могут явиться травма с переломом костей основания черепа или без него, опухоли основания черепа, особенно опухоли в области большого затылочного отверстия. Также причиной поражения добавочного нерва могут стать аномалии краниовертебрального перехода. Интрамедулярное поражение спинного мозга лишь в редких случаях бывает настолько обширным, что повреждает серое вещество переднего рога в сегментах С1-С4 на одной стороне и приводит к поражению вне черепной части добавочного нерва. Это возможно в случае серинга миелии, бокового амиотрофического склероза, полиамиелита, клещевого энцефалита. Давайте поговорим о типичных симптомах поражения добавочного нерва. Так, одностороннее поражение наружной ветви добавочного нерва после ее выхода из яремного отверстия имеет различные последствия для функций грудинно-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц. Обычно развивается вялый порез всей грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и только верхней половины трапециевидной мышцы. Потому что трапециевидная мышца иннервируется также спинно-мозговыми нервами из сегментов С2 и С4. Поражение дистального добавочного нерва дистальнее грудинно-ключично-сосцевидной мышцы вызывает изолированную слабость лишь трапециевидной мышцы. При односторонней слабости грудинно-ключично-сосцевидной мышцы у пациента затрудняется поворот головы в противоположную сторону. При слабости этой мышцы с обеих сторон пациент не сможет удерживать голову прямо или поднять голову в положении лежа на спине. Слабость трапециевидной мышцы вызывает атрофические изменения и опущение плеча на стороне поражения. Пациента возникают затруднения при поднятии стороны в бок, поднятии руки в бок выше 90 градусов, так как в норме это движение обеспечивается содружественной деятельностью трапециевидной и передней лестничной мышцы. И даже при беглом осмотре у пациента с поражением добавочного нерва будут заметны и атрофические изменения и опущение плеча. кроме того вследствие поражения 11 пары черепных нервов и атрофических изменений в трапециевидной мышце будет опущено не только плечо, но и лопатка опускается вниз и к наружу и возникает так называемый симптом крыловидных лопаток. Как мы уже обсуждали, спинномозговая часть добавочного нерва получает импульсы от коры большого мозга через кортиконуклеарный тракт. Преимущественно, но не исключительно из противоположного полушария. Таким образом, центральное поражение этих нисходящих путей с одной стороны лишь иногда вызывает слабость грудинно-ключично-сосцевидной и трапециевидных мышц на противоположной стороне. Однако, поскольку сохранена и псилатеральная иннервация, слабость мышц обычно выражена умеренно и эти нарушения часто остаются незамечены. В иннервируемых добавочным нервам мышцах кроме симптомов выпадения поражения могут наблюдаться и симптомы раздражения, заключающиеся в клонических подергиваниях головы в противоположную сторону, возможно, тикообразные подергивания плеча, кивательные движения, а односторонний тонический спазм грудинно-ключично-сосцевидной мышцы приводит к фокальной цервикальной мышечной дистонии, по-другому называющейся спастической кривошеи. На этом все. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, информация будет полезна для подготовки к практическим занятиям и экзамену по неврологии. Продолжение следует...